В Магнитогорске на карантин по пневмонии закрыта школа номер 40. Все остальные учебные заведения переведены на кабинетный режим работы. Какова обстановка с уровнем заболеваемости, узнала Татьяна Зайцева. По признанию магнитогорских врачей-педиатров, такого высокого уровня заболеваемости пневмонии они не припомнят давно. По данным Роспотребнадзора, в октябре ею заболели 307 детей. Обеспокоенные родители тех ребят, чей диагноз значится как ОРВИ, не доверяя врачам, требуют направление на рентген, чтобы убедиться, что у ЧАДа действительно вирусное заболевание, а не его осложнение в виде бактериальной пневмонии. В результате паники очередь на рентген растягивается на несколько дней. Нервничают и врачи, и родители юных пациентов. Заболеваемость уже пошла на спад. Меньше стало, особенно во время после каникул. Меньше болеют и школьники, и дошкольники. Поэтому оснований для паники нет. И просто хотела бы призвать к здравому смыслу. Давайте без ажиотажа, спокойно выполняем назначение врача. Не рвемся на рентген, который не лечебная процедура. Он нужен, извините, уж так уж скажу, для статистики. Потому что лечение мы назначаем уже при подозрении клиническом на какое-то неблагополучие. Тяжелых случаев заболевания пневмонии среди магнитогорских детей нет, уверяет Нелли Долидзе. Средне тяжелых очень мало. В основном степень легкая, которая хорошо поддается лечению антибиотиками. На наш вопрос, можно ли прослушать пневмонию фонендоскопом, не прибегая к рентгену, Нелли Долидзе отвечает так. К сожалению, бывают такие ситуации, когда, в общем-то, не всегда можно определить прослушивание. И иногда бывает, что физикальных данных недостаточно. Но есть все равно признаки косвенные. Там повторный подъем температуры, там еще что-то, еще что-то. В общем, но все равно в каждом конкретном случае решает врач, должен решать врач. Ну, установят бронхит или пневмония. Тактика лечения та же. Просто, ну, как бы для контроля и так далее. Поэтому надо просто лечить ребенка. По данным Роспотребнадзора, сегодня в Магнитогорске ситуация по заболеваемости вне больничной пневмонии оценивается как неэпидемическая. Тем не менее, карантин по пневмонии объявлен в нескольких классах общеобразовательных школ города. Полностью закрыто основное здание школы номер 40. Продолжают заниматься дистанционно до 22 декабря, потому что заболевших пневмонией здесь 17 человек, по сведению образовательного учреждения. На карантинах в отдельно взятых классах у нас обучаются дети в школах 8-й, 2 класса, 28-й, 36-й и 60-й. По решению заседания оперативного штаба по гриппу, сегодня все магнитогорские школы переведены на кабинетный режим. Цель этой меры – предотвращение распространения вирусных заболеваний, которые, как известно, передаются воздушно-капельным путем. Кабинетный режим – это когда класс занимается в закрепленном кабинете и ходят не учащиеся по школе, а педагоги приходят в класс и обучают детей в этом классе. Впрочем, на переменах и в столовой ребята все равно пересекаются, поэтому мыть руки с мылом им придется более тщательно. А родителям врачи напоминают – болезнь легче предупредить, чем лечить. Активное времяпрепровождение на свежем воздухе, влажная уборка и регулярное проветривание дома, полноценный сон и сбалансированное питание, отсутствие чрезмерной перегрузки кружками и секциями – вот залог крепкого иммунитета ребенка. Что же касается освоения детьми школьной программы, то сегодня с развитием интернет-технологий особых проблем здесь нет. Вся основная образовательная программа в полном объеме осуществляется в системе «Сетевой город». Трудностей нет, а если есть, то мы помогаем. Татьяна Зайцева, Влад Набиев, телекомпания ТВИН.